МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наука в погонах, высокие технологии общественной безопасности. Все это в ракурсе нашей программы сегодня. Итак, правовая среда на канале «Беларусь-4» и чрезвычайная ситуация продолжает эфир телерадио компании «Гомель». Этот выпуск мы назвали «Экспертиза». А начнем с криминальной химии, синтетической и органической отравы. Криминалисты утверждают, что с каждым годом на экспертизу приходит все больше и больше наркотиков. Последнее крупное задержание организаторы и распространители спайса через интернет-магазин. Ингредиенты отравы поступали оптом из России. В нашем областном центре изготавливали курительную смесь и расфасовывали в разовые дозы. Посредством интернет-магазина с доменом в России наркотики распространялись в Гомеле и области. Сегодня уголовное дело наркодельцов насчитывает почти три десятка томов. Из доказанных фактов несколько сотен эпизодов и все подкреплены экспертными заключениями. В среднем анализ одного объекта занимает до 40 минут. Само заключение составляется примерно полтора-два часа. Это уже вместе с исследованием. В нашем отделе налажено круглосуточное дежурство экспертов, которое позволяет незамедлительно выполнять экспертизы и правоохранительным органам в кратчайшие сроки принимать процессуальные решения. В лаборатории специальных экспертиз сегодня установлено современное аналитическое оборудование. Здесь способны идентифицировать весь спектр наркотических и психотропных веществ, запрещенных к обороту в нашей стране. А всего ежегодно проводится порядка 2500 экспертиз по запросам правоохранительных органов. За пять месяцев этого года проведено более 1200 экспертиз. И, как утверждают сами специалисты, наблюдается устойчивая тенденция к росту. Надо сказать, что в настоящее время разработан механизм, при котором все так называемые легальные вещества после их изъятия из оборота на следующий день становятся запрещенными. Это связано с появлением такого понятия как аналог. После проведения экспертизы вещество признается аналогом и на следующий день становится подконтрольным. По запросу «Гомель – наркоман» YouTube в первой строке выдает видео годичной давности. Молодой человек под спайсом во дворе одного из домов исторического центра Гомеля в одночасье превратился в животное. А теперь вопрос, если не считать пятна в биографии, то каковы шансы возврата в нормальную жизнь? Это вопрос со множеством неизвестных. Не менее сложные шарады вынуждены были разгадывать эксперты, отслеживая весь путь отравы от производителя к потребителю. Мне в бытность пришлось некоторое время работать с самым следователем, работать на местах происшествия, расследовать уголовные дела. Естественно, от умения следователя и специалиста Восторгского комитета студентов экспертизы, которые работают на месте происшествия, как они сумеют смоделировать поведение преступника в момент совершения преступления, зависит от успеха. Небольшая ремарка к предыдущему сюжету. По данным правоохранителей, после закрытия интернет-магазина через два дня появился другой. Сайт прописан, так сказать, в России, поэтому перекрыть доступ к нему не могут. А значит, очень скоро мы с вами станем свидетелями новых громких дел в сфере наркоторговли. Другая тема – оборот оружия. Одно это даже звучит убийственно, но как раз тут для криминалистов привычная рутина. Мокрым на языке уголовников называется оружие, из которого убили человека. Сейчас в коллекции экспертов такого нет. Если не считать этот Маузер 1943 года выпуска – оружие после раскопок на местах боев, восстановленное. Из него, вероятно, немало пуль выпущено по людям. Теперь же из этой винтовки отстреливают изъятые у граждан боеприпасы. Выясняют их пригодность к ведению боя, а значит, степень общественной опасности. На удивление, как-то оружия не становится меньше. У нас, конечно, ничтожное количество это какие-то громкие преступления занимает, потому что практически ничего страшного у нас в республике не происходит. В основном это все оружие времен Великой Отечественной войны, которое людьми выкапывается, реставрируется, проводятся какие-то работы по самодельному изготовлению патронов, потому что они в разное время по-разному хранились, изготавливались, соответственно, что-то надо приводить в состояние пригодное для стрельбы. По данным Гомельского управления Госкомитета, ежегодно проводится порядка 250 баллистических экспертиз. При этом непосредственно огнестрельное и нарезное оружие в общей массе составляет около 30%. Еще треть — это боеприпасы. А остальное — охотничьи оружия и патроны, изъятые в связи с теми или иными нарушениями. Взрывчатые вещества, мины и снаряды тут, разумеется, не проверяют на боеготовность. Хотя сами заявления о минировании — также компетенция экспертов. Правда, уже из области фоноскопии. Эксперт по голосу определяет личность, сообщившего о минировании. Хотя именно такого рода записи в общей фоноскопической экспертизе занимают далеко не самое первое место. Экспертиза — это дает положительный результат практически на 99% или 98%. Если есть образцы соответствующие, когда назначают? Назначают в основном в случаях так называемых латентных преступлений. Это дача взятки, когда никто не хочет открываться, передача наркотических средств каких-то, угрозы всяческие. Подобная эффективность — результат высоких технологий и навыков эксперта. Оборудование импортное, специальные программы, но главное — десятки. Сотни прослушиваний и записей до полной узнаваемости человека по голосу во всех оттенках. Ежегодно эксперт проводит оценку примерно по 12 записям. А голоса виновных в совершении преступлений заносятся в республиканскую фоноскопическую базу. И это тоже область высоких технологий. Такая же, как, например, восстановление всего массива удаленной информации с отформатированных дисков. Здесь речь идет о компьютерной технике, использовавшейся при совершении преступлений. И наши специалисты затем изучают содержимое компьютера, возможность выхода в интернет, используя в сети интернет, а также используя специальное программное оборудование, значит, и содержимое электронных носителей информации, ну и также содержимое и средств мобильной связи. Собственные вычислительные системы экспертов сегодня способны смоделировать ДТП любой сложности. И здесь уже учитываются сотни факторов, вплоть до скорости ветра и состояния дорожного покрытия. Это возможно благодаря специальному программному комплексу из США. Самые сложные, невероятные траектории в этой программе визуализируются в трехмерном пространстве и дают максимально точную картину дорожного происшествия. Кстати, это же аналитическое оборудование использовалось при реконструкции ДТП в Петриковском районе со множеством погибших. Произошло опрокидывание, переворот одного автомобиля в воздухе, и он накрыл своей крышей, накрывает легковой автомобиль, который шел ему во встречном направлении. В результате тоже погибло два человека. Там проводилась комплексная экспертиза. Первоначально имело место столкновение данного автомобиля с попутным транспортным средством, в результате чего произошел его переворот и контакт со встречным автомобилем. Кстати, о технологиях. Именно с их помощью сегодня совершается весомая доля всех преступлений. Это касается и фальсификации, банкноты, документов, перепрошивка и переделка автомобилей. Цифровые технологии сегодня неотъемлемая часть наркоторговли. Понятно, что специалисты Госкомитета судэкспертиз должны быть на шаг впереди. О том, как именно все тайное становится явным в следующем материале. И мы лишь приоткроем завесу некоторых секретов. Оцифровка и печать с полутипографскими оттисками, а еще специальная денежная бумага и даже металлизированные нити это вам не шпаргалки печатать. Сейчас на исследовании находится 100-долларовая банкнота, которую недавно изъяли при попытке обмена в банке. Эксперт говорит, что качество подделки хорошее. Правда, есть ряд грубых недочетов. В их числе отсутствие тиснения на защитных элементах. Плохая краска. Время так называемых супердолларов, высококлассных подделок, прошло. Поэтому чаще приходится иметь дело с второсортными подделками или переклейками реальных денег. Волна таких подделок была 15 лет назад, когда в обращении только-только появились евро и новые белорусские деньги. Это когда обычно граждане еще не изучили досконально, ну, зная, что выпущены в обращении, значит, мошенники различными путями. Значит, бывает, что из меньшего достоинства переделали в большего, путем, значит, вырезания из денежного билета в меньшего достоинства, ну, лей, потом текстов. И получалось, допустим, и было тысяча рублей, стало путем СТО. Раз берут, добавляют от этого фразу, и получается 100 тысяч. Сегодня всплеска поддельных банкнот криминалисты не наблюдают. За прошлый год провели экспертизы по 100 фактам фальшивомонетничества. С начала этого года по 30. Правда, допускают небольшой рост фальшивок в связи с деноминацией. Но никаких мрачных прогнозов нет. Процедура обмена старых денег на новые широко освещается в СМИ. Посредством расклеек в торговых точках, на уровне консультации в организациях и на предприятиях. Значительное снижение констатируется и по линии поддельного автотранспорта. Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Экономика опустошила карманы автоманов. Но до этого ажиотажно российские машины привел в Беларусь немало криминальных автомобилей. Рестайлинговые свежие автомобили Toyota RAV4. Это Toyota Land Cruiser Prado, предположим. Были машины и Infiniti, тоже свежие, 2012-2013 года выпуска. Чуть меньше машин было в 2015 году, потому что рынок был перенасыщен. Всего в 2015 году в управление специальных и технических экспертиз поступило почти 4600 заявок от правоохранительных органов. В первую очередь речь идет о проверке баз данных на автотранспорт, подлинности документов, транспортных средств, ну и, собственно, проверка самих автомобилей. К слову, на бюджетных моделях номера не перебиваются. Хотя бы потому, что замена всех идентификационных номеров на кузове, авто и его агрегатах, это весьма дорогостоящая процедура. Поэтому в группе риска дорогие элитные машины, престижные марки стоимостью свыше 10 тысяч долларов США. Ну, если раньше это была кустарная работа, так скажем, выразимся, то в последнее время качество довольно-таки неплохое. Без снятия лакокрасочного покрытия номерной площадки нельзя визуально определить, номер изменялся или нет. Воруют, разбивают там автомобиль, либо с ДТП, либо умышленно. Вырезают оттуда институционный номер с номерной площадки, воруют точно такой автомобиль, вваривают туда данную площадку, красят, продают в Казахстан, Белоруссию. По данным областных судэкспертов, на одного специалиста в среднем ежемесячно в 2015 году пришлось по шесть экспертиз. Больше всего исследований провели судебно-медицинские эксперты, почти 60% всего объема. Далее идут криминалисты. На их долю выпало почти 8,5 тысяч экспертиз. На третьем месте судебно-психиатрические исследования. А всего за прошлый год эксперты дали заключение в почти 46 тысячах заявок со стороны правоохранительных органов и частных лиц. И это на 2% выше, чем в 2014 году. В настоящее время управление судебно-экспертиз по Горнинской области в достаточной степени оснащено современным лабораторным и экспертным оборудованием, позволяющим проводить на самом высоком качественном уровне различного рода исследований и экспертизы. В частности, особое внимание уделялось вопросам технического оснащения таких видов экспертиз, как исследование наркотических средств, психотропных веществ. И в перспективе планируется в этом направлении еще в значительной степени укрепить материально-техническую базу. Служба судебных экспертиз относительно молодая. В этом году ей исполняется всего 3 года. Иное дело, что в отличие от других ведомств, правоохранительные системы страны здесь на первом месте, прикладная наука и передовые технологии. Описать все в рамках программы невозможно. Да и ко многим секретам нас попросту не допустим. И тут важно понимать другое, что наша безопасность – это в том числе большая наука. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова